С 1 января начинает работу региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами. Нижегородская область разделена на 9 зон. Практически за каждую из них несёт ответственность свой оператор. Саров включён в зону 7, которую в течение 10 лет будет обслуживать МСК НТ. Погрузка теми же мусоровозящими компаниями, которые у нас занимаются с контейнерных площадок, в свои машины доставка до нашего же полигона, тот же маршрут, там перегрузка в мультилифты, прибытие мультилифтеровоза, который будет отправлять твёрдые коммунальные отходы на полигон МАК-Групп. Новые схемы обращения с отходами вызывают много вопросов. Однако главный из них, какие утвердят тарифы, так и остался пока без ответа. Есть только предварительная информация, она ещё, скажем так, не совсем точная. У меня есть цифры, но я бы не хотел озвучивать их. Почему? Потому что они пока только чисто информационные, неофициальные. Думаю, что в ближайшие 2-3 дня информация дойдёт о стоимости тарифа. Что касается нормативов, то они будут приниматься в январе. Сейчас специализированная организация должна провести исследование и сделать заключение о накоплении мусора. Если они будут отличаться от существующих норматив в сторону увеличения, то, естественно, это тоже приведёт к увеличению стоимости оплаты. Ещё один вопрос повестки заседания комитета касался похоронного дела. В следующем году на территории кладбища планируют построить бокс с залом для прощания площадью 18 квадратных метров. Там же будет находиться 10-12 холодильников для хранения тел. На эти цели выделят 5 миллионов. Екатерина Опёнова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров, 24.